Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что сперва правильно было бы вам указать на некоторые аспекты отношений, которые вы можете не понимать или не обратить на это внимание. Хотя это очень важно. Смотрите. История следующая. Отношения на расстояние, отношения на расстояние всегда очень тяжелые. То есть, это всегда, ну, очень тяжело. То есть, тяжело отношения на расстоянии удерживать, тяжело отношения на расстоянии сохранять, вот. Знаете, это очень тяжело на самом деле. И поэтому, именно вот по этой причине, я думаю, я думаю, что ваша девушка, она так себя ведет. То есть, она ведет себя так потому, что переживает расстояние с вами, вот. И, ну, она замыкается в себе, возможно, она, возможно, таким образом справляется с трудностями, вот, которые есть, значит, у вас, или, может быть, даже не у вас, а у нее столько. Да? То есть, это трудности, трудности, эти трудности могут быть только у нее, и ей, собственно говоря, может быть, тяжело. Ну, только, только ей может быть тяжело здесь. Поэтому, ну, я бы рекомендовал вам, чтобы вы все-таки обратили на это внимание, да, и посмотрели все-таки на эту историю, да, именно вот под таким углом. То есть, ну, а я уверен, что правильно понимаю ситуацию, я уверен в том, что я правильно интерпретирую историю, я уверен в том, что я уверен в том, что я уверен, верно все понимаю, я уверен в этом, вот, понимаете? То есть, если вы не уверены, то дело уже здесь, ну, дело уже здесь скорее в вас, а не в... не в девушке, да, как бы, дело здесь именно в вас. Вот, поэтому этот аспект, его необходимо разобрать. Значит, ну, в одну из самых первых моментов. То есть, если вы в себе не уверены, да, если вы в себе сомневаетесь, то тут должны быть свои причины обязательно. Вот. Это важно. Это важно очень понять. А, ну, для вас. Для вас это очень важно. Дальше, дальше. Значит, следующий аспект. Вы говорите, что она вас, значит, ну, не боится потерять. Да, вы говорите, что она не боится вас потерять. Вопрос. А вы считаете, что она должна бояться вас потерять? Или как? А, почему вы считаете, что она должна бояться вас потерять? То есть, откуда вот, эм, такое представление, да, о том, что она, вот, ну, обязательно должна бояться вас потерять? Почему вы так решили? Вот. А, с чего вы так решили? Вот. Соответственно, для чего вам, чтобы она боялась вас потерять? Да, то есть, может быть, вы чего-то хотите для себя, может быть, вам, ну, опять же, да, чего-то не хватает для себя, опять же, ну, вот. Вот. То есть, вот это вот, на мой взгляд, очень важно определить, на мой взгляд, это очень важно выявить, на мой взгляд, это очень, очень важно понять. Вот. Чтобы вы, чтобы вы в этом все-таки отдавали себе отчет. Вот. Такая история. Эм, значит, вот, в принципе, так, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Это, я надеюсь, ну, именно это, я надеюсь, понятно. Именно это, я надеюсь, вам понятно. То, о чем я говорю. Вот. Дальше, вы пишете, значит, так. У девушки тяжелый характер. Вы пишете. Понимаете, какая история? Если у девушки тяжелый характер, вот, как вы говорите, то, опять же, опять же, это, это ваш выбор. То есть, вы, образно говоря, выбрали себе, да, выбрали себе, ну, такого человека, вот, в, ну, для, для отношений, вот. Вот. И у меня к вам, собственно говоря, вопрос возникает. Так, а, что же, вы, получается, значит, человека выбрали, а теперь его как-то вот пытаетесь обвинить за это. То есть, теперь вы, получается, требуете от него того, чтобы он себя как-то вел, как-то вел так, как вы хотите, или как, или что. Понимаете? Вот. Мне кажется, что это тоже очень важный момент, потому что, получается, что свою девушку вы здесь, ну, как-то вот не принимаете, что ли. Ну, вот, я, конечно, не уверен, но, если вы говорите, что она такая, у неё такой характер, вот. Так, а чего вы тогда ждёте от неё, чего вы тогда тогда ожидаете от неё, от неё, точнее, чего вы тогда хотели бы от неё, вот. Вот. Может ли она вам дать то, что вы, ну, то, в чём вы нуждаетесь от неё, может ли вы, может ли она вам это дать? Понимаете? Вот. Потому что, если она не может дать вам этого, то и смысл требовать от неё. То есть, тут, как бы, вот такая история. Понимаете? Вот. Поэтому, поэтому, поэтому мне кажется, мне кажется, что это вопрос к вам, насколько вы уверены в себе, и насколько вы чётко знаете, чего вы хотите, и если, например, вы нуждаетесь, да, в девушке, то как именно вы нуждаетесь в ней? И, соответственно, если вы не нуждаетесь, да, то как вы реализуете эту нуждаемость? Вот. Я полагаю, так примерно можно вам ответить на ваш вопрос, потому что момент представляется такой достаточно серьёзный, а вот информации об этом достаточно мало, к сожалению. Вот. Поэтому, поэтому, а значит, как себя вести, да? Вот. То, что же спрашиваете вы. Значит, вести себя, на мой взгляд, нужно следующим образом. Во-первых, во-первых, не вступать в ссоры с девушкой, со своей. Особенно не вступать в ссоры со своей девушкой на расстоянии, потому что ничего хорошего из этого не получается никогда. Вот. Не вступайте с девушкой в ссоры на расстоянии. Вот. Не стоит этого делать. Вот. Эмоции, которые у вас вызывает она, да, и соответственно, ну эмоции, которые вызывает у вас она и её поведение, вот. Вот. Вам нужно рассмотреть, то есть, ну, это значит, рассмотреть, да? Рассмотреть это, это значит, взять на себя ответственность за эти эмоции, за свои чувства, вот. Вот. И, соответственно, эмоции, после этого можно будет о чём-то говорить, да? Что-то уже вам рекомендовать. Ну, потому что без этого, без этого, без данного аспекта вам будет сложно, просто сложновато. Вот. Ну и в целом, обратите внимание на свой страх, на своё поведение, да, на то, как вы себя с ней ведёте, что вас связывается далее, потому что складывается ощущение, что вы в ней очень сильно нуждаетесь, вот, вы в ней очень сильно нуждаетесь, а это плохое подспорье для построения отношений между вами. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо.